приветствую всех сборка 6794 игровой системный блок и довольно таки довольно таки хитрый здесь стоит скажем так на сегодня чуть ли не максимальный процессор курай i7 12700 12 ядер 20 потоков базовая частота 2 иди труба власти до 4 идея герца гонится и power limit здесь порядка 130 ватт поэтому компьютер будет оставаться на стихий ну и если вам нужен системный блок где стоит сверхмощный процессор какой-нибудь видеомонтаж photoshop рендер да все что угодно но упор делается не только на игрушки хотя игры здесь пойдут на высоких настройках графики на фуде то это очень-очень хороший вариант потому что вы здесь берете скажем так максимальную базу и ни за что лишнее не переплачивать а видеокарта будет тянуть все современные игры на высоких настройках для full hd разрешения вообще это видеокарта быть достаточно это asus tool gaming gtx 1660 ti на 6 гигабайт это самый мощный gtx 16 серии ну 1600 наверное серии как уж назвать ее gtx что бывает 1660 1660 super 1660 ti вот 1660 ti и самая верхняя видеокарта здесь больше всего количество куда ядер тоже битность 192 у 1660 super куда ядер чуть чуть поменьше и изначально когда эти видеокарты появились два года назад то 1660 super в играх еще было быстрее а когда память стала одна и та же то есть там отличались по частотам то тишка все-таки вырвалась вперед но не намного 1660 super и тишка это примерно одно и то же но когда у вас задача решается количеством куда ядер от какой-нибудь опять же рендер то все-таки тишка будет побыстрее корпус фестплеер fire dancing v7 но необычный вот обратить внимание какие здесь стоят вентиляторы на передней панели здесь мы их поменяли и сделали подсветку rgb у корпуса идут такие окошки и в эти окошки прописываются просто шикарно вентилятор у которых подсветка идет крыльчаток завязано это все на контроллер у корпуса и даже по умолчанию учитывая что у корпуса здесь нет rgb подсветки но есть кнопочка led и на эту кнопочку led мы вывели управление подсветкой здесь огромное количество режимов работы наверно что 50 и подсветку можно сделать абсолютно любую корпус на закаленном стекле закаленное стекло спереди закаленное стекло сбоку вот эта частота 4900 мегагерц турбобусте эта частота по одному ядру высокопроизводительному среднем где-то будет частота в районе 47 гигагерц на максимальной частоте здесь идет 8 ядер высокопроизводительных которые делятся на потоке есть четыре энергоэффективных ядра у которых своя частота поменьше все настолько хитро но в любом случае это тот процессор выше которого очень тяжело прыгнуть тот же core i9 12 900 13 серия хоть и будет мощнее но там уже будут проблемы с охлаждением и собирается все таки совсем другой элементной базе но для такого процессора то и материнская плата который здесь стоит более чем достаточно гигабайт b660 m gaming x 10 воспитания два радиатора на ключах 8 пиновая колодка до питания есть два разъема ультра и 2 и 4 слота под оперативку память у нас на 3200 мегагерц на шестнадцатых тайминга джейс кило и джесс два модуля по 16 сумме 32 гигабайта работает двухканально максимальный объем на эту плату можно поставить 128 гигабайт nvme накопитель патриот по 300 находится в аккурат у нас под радиатором этот тот диск c а дальше уже либо добавляете жесткий диск если нужен объем либо опять же можно добавить в разъем ультра n2 вот он под видеокарт у нас находится еще один nvme сссд накопитель это можно сделать и потом можно сделать сразу система охлаждения pc кубер спокойно переварить данный процессор он не будет никак никаким образом греться и сейчас вентилятор вращается по мере нагрева процессора работает компьютер тихо сейчас шел стресс-тест и никаких видимых проблем не тут кстати обрат внимание 7000 попугайчиков набрал тест был бы какой-нибудь i5 12400 набрал бы где-то 6200 она и седьмом результат очень очень хороший ну rtx 3060 на 8 на этом процессоре наберет 8000 попугаев то есть эта видеокарта вполне себе неплохая asus тув гейминг на двух вентиляторах с тепловыми трубками если у нас тув гейминг у gtx 1660 обычного имеет медный сердечник то тув гейминг на 1660 супер либо тяйки это уже тепловые трубки и совсем видеокарта другая тув гейминг не одинаково полезен для разных видеокарт большая красивая и опять же если надо будет в этом системе ки сделать упор на игрушки в будущем про апгрейдить блок питания нас на 700 ватт фирма deep cool серия pf это блок питания сертификатом 8 из плюс стандарт и такую видеокарт как 360 360 ти и даже 4070 ти на этот блок питания повесить можно такой получал получился системник ценник весьма и весьма демократичный но и симпатичный при желании подсветку можно отключить на скобы чоколад и подсветка нам мешать не будет то есть если ночью надо чтобы компьютер не светился пожалуйста переключаете режим работы но хотите чтобы все это у нас выглядело симпатично и все переливалась такая опция для детей здесь присутствует в общем игровой системный блок на и 7 12 700